В 2010 году это место выглядело вот так, а сейчас оно... В детстве Дмитрия по улице Смирнова, рядом с домами 25-29А, была аллея. Сейчас парковка. Чем недоволен мужчина? Он обратился в мэрию. Вдохновила к этим действиям история про то, как люди в самом центре города у нас отстаивали зеленый уголок на площади Сахарова и не дали его застроить под еще одну гостиницу. Мне кажется, нам нужно больше бороться за наши зеленые уголки. А с этого года бороться за них можно по закону. Летом алтайские парламентарии приняли поправки, которые четко определяют ответственность за ущерб, нанесенный зеленым зонам. Вырубил не на своем участке, обязан возместить. Если срубили, независимо, сухостойные, какие это деревья были, значит, на этом участке обязаны высадить то же самое количество деревьев, не хуже видового состава породного, но уже адаптированным природно-климатическим условиям Алтайского края, на той же площади и в том же количестве. После жалобы мужчины городской комитет по дорожному хозяйству провел проверку. Выяснилось следующее. Собственник земельных участков, рядом с которыми и находилась прежде аллея, самовольно вырубил деревья, оградил территорию и установил на ней свои конструкции. Сотрудники мэрии обязали нарушителя демонтировать все объекты до 15 августа. Срок истек, изменений нет. В связи с вышеизложенным органами местного самоуправления готовятся документы для обращения с иском в суд об освобождении земельного участка в принудительном порядке. После решения суда ответчик, по идее, должен высадить деревья на прежнем месте, а чиновники проконтролировать этот процесс. Отметим, ситуации с самовольным захватом территории внутри или рядом с дворами в Барнауле происходят все чаще. Земельные конфликты возникают из-за незаконных парковок, клумб или вырубки деревьев. Чтобы предотвратить подобное, эксперты советуют горожанам и дальше проявлять гражданскую сознательность и обращаться во всевозможные инстанции – от полиции и местной власти до профильных структур, к примеру, лесного хозяйства.